всем привет меня зовут света и вы находитесь на моем канале сегодня рада представить вам мою сумку которую я выполняла в рамках проекта решиться и связать который организовала светлана и ее канал вязальная фея работа над моей сумочкой завершена она заинтересовала очень многих девочек было очень много приятных комментариев многие посмотрели и отметили что сумочка получается интересная сегодня я расскажу вам из чего я ее вязала какого она размера как она получилась с изнанки и какие мои дальнейшие планы по вязанию сумок именно таких или еще каких-либо других и так вязала я сумочку из пряжи носочная добавка и пряжа веревочная носочной добавки у меня ушло 3 ма . веревочной у меня тоже ушло 3 ма . здесь метраж больше но ушло у меня их 3 мотка потому что я вязала две нити носочной и 1 нить веревочной пряжи и так пряжа носочная добавка так изготовлена в екатеринбурге сейчас я вам скажу по составу так состав сто процентов полиэфир 50 грамм 200 метров так я надеюсь всем видно не отсвечивает эту пряжу добавляют для укрепления пяточек и ступней носочках но я решила ее использовать для вязания своей сумочки как я сказала я использовала эту пряжу в 2 нити к этим 2 2 нитям носочной добавки я добавляла пряжу веревочная пряжа для ручного вязания веревочная 50 грамм 130 метров сто процентов полиэфир изготовитель тот же самый то есть состав у этой пряжи совершенно одинаковый они отличаются под по цвету и тем что это пряжа похоже на ровницу а вот эта пряжа имеет скрутку состоящую из двух нитей таким образом соединяя их я получила фактуру которую имею на данный момент в этой сумке и так теперь расскажу поподробнее о сумочке я начала с того что что вы вязала 16 воздушных петель далее столбиками с одним накидом я обвязала эти 16 воздушных петель сделал от 2 воздушные петли два столбика две воздушные петли опять 16 столбиков с одним накидом 2 воздушные петли, два столбика и опять две воздушные петли. Соответственно замкнув это все в один ряд. Далее я сделала подъемные две петли и продолжила вязание аналогичным методом. Таким образом вязание у меня продолжалось по кругу, по тому же самому методу до тех пор, пока стороны этой сумочки у меня не достигли 62 столбика с накидом в длину и 55 столбиков с одним накидом в ширину. Достигнув этой ширины и длины мне нужно было вывязать донышко. Соответственно довязав до последнего прибавления вот здесь я не стала здесь сделать две воздушные петли, а вязала столбики, просто провязывая их по рисунку и еще один ряд. Таким образом у меня получился вот такой вот уголочек для того, чтобы образовалась у сумочки дно и боковые стороны. вот таким образом. Сейчас я сложила ее так, что дно незаметно, но когда я ее ношу и когда буду класть туда какие-то предметы, это дно будет видно. Вот так у меня получилась одна сторона сумочки. Далее я оборвала нить, взяла новые моточки и связала эту сторону точно таким же методом. Аналогично один в один. У меня получилось две стороны моей сумочки. Сейчас я покажу вам с изнанки, как я соединяла две стороны моей сумочки. Вот здесь у меня проходят петли, которые соединяют две стороны моей сумки. Соединяла их я по методике, которую давно подсмотрела на канале у Ирины Шургулая. Она такой методикой соединяет все изделия, все детали в своих вязаных изделиях. Я попробовала эту методику и мне очень и очень понравилось. Шва практически незаметно выглядит аккуратно и не травмируются другие детали, так как если бы мы сшивали их на машинке или иглой или каким-либо другим методом. Вот такая методика мне очень понравилась, за что большое спасибо Ирине Шургулая. Итак, я соединила две детали сумочки. Вот посмотрите, как они выглядят с изнаночной стороны. Все получилось, я думаю, что очень аккуратно. Вот так вот. Вот здесь вот как видите, видите, вот получился уголочек. Вот он. Это я когда сложила две детали вместе, вот его стало очень хорошо видно. Вот точно так же и здесь. Таким образом вот у меня получилось донышко. Вот так вот. Вот так была завершена работа над моей сумочкой. Работа была на одном дыхании. мне очень понравилась. Работать было интересно, а главное быстро, что не затрудняет, не забирает много времени и приносит массу удовольствия. Пряжа как нельзя лучше подошла для этой сумочки. Мне очень понравилось, как она вписалась в эту модель. И далее я подбирала ручки. В оригинальной модели ручки были вывязаны крючком, столбиками без накида. И были они разного цвета. То есть одна ручка была, например, связана зелеными нитками, а другая красными. Но я не хотела повторять эту модель прям точно как у автора, поэтому сделала ручки из эко-кожи. Они вот такие вот, немного лаковые. Конечно, я хотела просто кожаные ручки, но в магазине их не оказалось. На заказ мне привезли только такие. Таким образом я пришила эти ручки вот так вот этой веревочной пряжей, которая у меня оставалась. Крест-накрест. Два крестика. Взнанки смотрятся вот так. Почти вот не видно. Держатся они довольно-таки крепко, хорошо и надежно. И пришила бирочку, на которой написано Handmade. На этом работа над этой сумкой завершена. Остался еще совсем маленький нюанс. Пришить кнопочку вот здесь. Я думаю, этого будет достаточно для того, чтобы застегивать. Не хочу утяжелять эту сумку ни молниями, ни какими другими застежками. Я сделаю просто одну маленькую кнопочку. И все. Можно носить. Вот такая модель у меня получилась. Девочки, смотрите. Если нравится, ставьте лайки, подписывайтесь и вяжите такую же сумочку. В своих фотографиях я покажу, как она смотрится вместе со мной, скажем так. Какого она размера и как же сочетается она с моими габаритами, скажем так. Сейчас я вам скажу размеры этой сумочки. Итак. Длина этой сумочки внизу составляет 35,5 см. Длина сумочки сверху составляет 38,5 см. Ширина сумочки составляет 32,5 см. Сейчас покажу, чтобы вам было видно. Секунду, девочки. Вот. Ну, почти 33 см. Вот такие размеры этой сумочки. Если кому интересно, могу показать и диагональ. Так. Диагонали 46 см. Ну, здесь трудно назвать диагональ, так как видите, что лучки не совпадают. Но, тем не менее, назовем это диагональю. Вот такого размера. Так, а ручки, ну, может, кого-то это заинтересует. Я все-таки померю ручки и скажу вам, какого они размера. 47,5 см длина ручек. Этого вполне хватает, чтобы носить сумочку на руке. И точно так же легко можно перекинуть через плечо и носить ее на плече. Вот о чем я вам хотела сегодня рассказать. Девочки, всем спасибо за участие в проекте. Решиться и связать. Спасибо Светлане за то, что организовала нас. Большое ей спасибо. Всем участницам успехов. Будем надеяться, что когда-нибудь кто-нибудь еще создаст такой интересный проект, который пройдет так интересно, так легко. И результатом будет вот такая вот прекрасная вещь. Девочки, всем успехов. Всем хорошего времени суток. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...